Друзья, всем привет! Это шестидесятый выпуск нашего еженедельного инвест-шоу. Ну что ж, друзья, прежде чем начну рассказывать о сегодняшних покупках, давайте посмотрим на мои портфели. Я напомню, что в рамках инвест-шоу я веду три портфеля. Первый из них называется «Народный». Сюда мы покупаем акции по самым популярным идеям от наших подписчиков. Стоимость «Народного» портфеля перевалила за 300 тысяч рублей, 306,424 и бумажная прибыль по «Народному» портфелю 33,62 на данный момент. Заглянем в портфель акций, чтобы вы понимали текущую картину. Мы видим, что бумаг уже достаточно много, конечно, просится ребалансировка и я думаю, что мы сделаем ее в обозримой перспективе. Второй портфель – это индексный портфель, куда я покупаю биржевые пифы и ETF. Его стоимость 88 115 рублей, бумажная доходность чуть менее 37 процентов и по структуре это практически на 100 процентов ETF. Покажу, что у нас сейчас в индексном портфеле есть. Я, честно скажу, тоже хочу его ребалансировать и продать мелочевку, которая дублируется, потому что некоторые фонды я покупала просто для того, чтобы показать и рассказать об этих инструментах. Там тот же, скажем, золотой фонд от ВТБ или Альфа-капитал технологии – это совершенно необязательные элементы и пора уже навести в нем порядок – обязательно сделаем это. И третий портфель называется «Линиевый портфель». Сюда я покупаю индивидуальные акции, выбираю из лучших вариантов, которые я вижу на этой неделе и рассказываю о процессе выбора. Стоимость «Линивого» портфеля – 755 580 рублей и бумажная доходность у него, но на данный момент почти 47 процентов. Прилично выскочили наверх. Ну и давайте структуру тоже вам коротко покажу. В «Линивом» портфеле, честно говоря, я уже давно хочу разделить российские и американские акции. Возможно, скоро это будет два портфеля. В общем, скоро грядет контент с ребалансировками. Ну что ж, давайте начнем, как всегда, с народного портфеля. На прошлой неделе мы покупали обыкновенные акции Сбербанка. Там есть небольшой плюс, но такой очень даже умеренный. На этой неделе какие варианты акций предлагали. Была идея купить Edward Life Sciences, тикер EW – это производство медицинского оборудования. Была идея купить 3M Company, три буквы «М» тикер, американская химическая корпорация, Mail.ru, потому что попала в индекс MSCI Russia. Ну и также было предложение купить акции Alibaba, ну потому что это просевший IT-гигант. Alibaba сейчас находится на уровнях середины августа, примерно 255 долларов стоит одна акция. И именно за Alibaba в Телеграме высказалась большая часть нашей аудитории, 47 голосов ушло. Alibaba – это у нас была идея от нашего подписчика Дениса Синицына. Спасибо Денису, спасибо вам всем, друзья, за ваши предложения. Ну, покупаем сегодня Alibaba, я не имею ничего против. Мы буквально недавно обсуждали эту компанию, восхищались ее финансовыми показателями, и сейчас она действительно выглядит довольно перепроданной. Ну что ж, друзья, беру акции Baba, покупаю на свой индивидуальный инвестиционный счет, который открыт у меня в Тинькофф Инвестициях. Ну, вот вы видите такое ответственное падение в этой бумаге. При этом, кстати, если заглянуть в прогнозы аналитиков, то сплошь и рядом здесь оптимизм и рекомендации к покупке. Ну, понятно, что это не единственное, на что нужно опираться при выборе бумаги, но так или иначе, по фундаментальной картине Alibaba, конечно, это очень сильная компания, и я думаю, что вот те политические вихри, которые сейчас эту бумагу закрутили, рано или поздно улягутся, и мы увидим продолжение восходящей динамики. Хотя многие технари скажут мне, что сейчас Alibaba пробила восходящий тренд, который был нарисован с весны 2020 года и, соответственно, перешла к снижению. Будет более глубокая просадка, да, не страшно, да, мы не можем этого исключать, и я не утверждаю, что сейчас эта акция находится на самом дне, ни в коем случае. Ну что, нажимаю на кнопку «Купить», индивидуальный инвестиционный счет, покупаю по рыночной цене, не выше указанной, нет, давайте-ка возьмем по лучшей цене, 253,5, один лот, куплено. Тинькофф молодцы, они действительно сумели переместить, ну, по крайней мере, базовый анализ, обзор, скажем так, акций в мобильное приложение, это действительно очень удобно, и я напоминаю, что у Тинькофф Инвестиции продолжается акция для новых клиентов, если вы недавно открыли счет и пополнили его на 10 тысяч рублей, то 2000 рублей вернется вам обратно. Ссылочка на открытие счета есть в описании к этому видео. Теперь переходим к индексному портфелю, и сегодня я решила докупить еще немного FXCN, то же самое мы делали в прошлом выпуске, я не буду пытаться удивить вас оригинальностью, но смотрите, в прошлый раз мы покупали более чем на 100 рублей дороже, сейчас FXCN стоит 4040 рублей, и вот как раз-таки на графике отображается прошлая точка покупки, мы видим, что фонд продолжает проседать, и текущая доля FXCN в моем индексном портфеле чуть менее 14%. Много? Да я не думаю, что много, с учетом того, что, ну, там, те же FXIT, FXUS ориентированы на американский рынок, если это просуммировать, то, ну, Китай, на самом деле, конечно, не будет доминирующей инвестицией в индексном портфеле, ну, и в целом, если смотреть на более короткий горизонт, именно экономика Китая на данный момент выглядит наиболее здоровой среди экономик крупных стран, потому что они сумели купировать вирус, да, и это, безусловно, создает предпосылки и для дальнейшего притока инвестиций в китайскую экономику. Сейчас, конечно, происходят довольно странные вещи вокруг китайского рынка, и я, честно говоря, не уверена, что это не имеет некой манипулятивной природы, но у нас, конечно, нету никакой полноценной информации на эту тему, ну, а пока я на довольно симпатичных уровнях просто беру еще один лот ETF на китайский фондовый рынок от Финекса, добавлено. Друзья, теперь перехожу к самому интересному, к ленивому портфелю, и сегодня у меня была идея добавить в этот портфель акции технологического сектора, которые хорошо скорректировались к настоящему моменту, но при этом остаются стабильными и перспективными. У меня есть три кандидата, давайте расскажу. Первая компания называется Siena Corporation, тикер на бирже CIN. Она доступна для неквалифицированных инвесторов, стоит чуть более 40 долларов, не выплачивая дивиденды. Siena занимается сетевыми технологиями, продает сетевое оборудование, программное обеспечение и услуги, которые необходимы для транспортировки, коммутации, доставки и управления видеоданными и голосовым трафиком в сетях связи. Обслуживает различные отрасли, например, поставщики услуг, связи, веб-провайдеры, кабельные операторы, правительства и крупные предприятия по всему миру. Географически представлена на рынках США, Канады, но не ограничена этими регионами, работает и в Африке, и на Ближнем Востоке и в Азии. У компании более 1500 клиентов, 35 стран мира. Что очень важно, Siena обладает двумя тысячами патентов. Общее количество сотрудников – 6,5 тысяч человек, и из них 2700 – это специалисты R&D, то есть научные сотрудники, которые заняты новыми исследованиями и разработками. В целом, вот такая страновая диверсификация бизнеса очень хороша в плане понижения рисков налогового, санкционного или какого-то другого ограничительного давления на бизнес компании. Капитализация – 6,5 миллиардов долларов. 2020 год для компании стал достаточно удачным. За 9 месяцев она немного нарастила выручку год к году и хорошо прирастила чистую прибыль. Но на самом деле интереснее, конечно, смотреть в более продолжительной динамике. И вот за последние три года выручка Siena растет по 9,5% в год, EBITDA по 16,5% в год, а прибыль на акцию по более чем 46% в год. Это хорошая, сильная динамика. При этом половину операционной прибыли компания направляет на развитие и исследование. Я уже сказала, 2700 R&D специалистов. Но даже несмотря на это, у компании очень хорошая рентабельность – чистая 10%, операционная – 14%, валовая рентабельность – более 40%. И когда компания нарастит выручку, чистая рентабельность может вырасти до 20%. И вот такие позитивные изменения, по сути, происходят уже сейчас. Мы видим это по опережающим темпам ежегодного прироста EBITDA и прибыли на акцию. Долг у компании совершенно небольшой и он с лихвой перекрывается наличностью. И мне еще раз хотелось бы подчеркнуть, что Siena – это такая компания, которая находится вроде бы за кадром, она не очень медийная, но важная. И мы видим, что ее услуги востребованы. Сейчас она много вкладывается в исследования и разработки. И когда это начнет монетизироваться, компания сумеет улучшить свои финансовые показатели. И, конечно, дальнейшая трансформация общества в сторону цифровизации – это такая хорошая очень история для продукции Siena. И я думаю, что для долгосрочного инвестора это вполне неплохая компания для добавления в портфель. Но еще раз напомню, что дивиденды Siena не платит. Акции очень резко упали в последние недели. Siena опубликовала сильный квартальный отчет за третий квартал 2020 года, но предупредила о возможном снижении доходов. И гендиректор компании сказал, что корона может оказать негативное влияние на выручку в следующие несколько кварталов. И вот на этом фоне мы увидели довольно резкий обвал котировок. Акции хорошо отпрыгнули после мартовского кризиса, но сейчас фактически потеряли весь этот рост и торгуются на весенних отметках. Конечно, для спекулянтов это не есть хорошо, но для долгосрочного инвестора, как мне кажется, открывается неплохая возможность для покупки. Но если ваш горизонт не ограничен двумя кварталами, тремя кварталами годом, потому что понятно, что ближайшие отчетности могут быть непозитивными для этой компании. Но так или иначе, по мультипликаторам мы видим довольно неплохую точку для входа, PNAE 17, EV, EBITDA 10. Вторая IT-компания, к которой, как мне кажется, сейчас можно присмотреться, это Twitter. Известный всем, компания доступна не квалу, акция стоит 43 с копейками доллара и тоже не платит дивиденды. Эта компания, просто коротко напомню, что Twitter – это открытая платформа, социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, картинками и видео, а также для прямых трансляций. 40 плюс языков по всему миру, 90% дохода компании от рекламы, еще 10% от лицензирования пользовательских данных, которые он собирает. Капитализация приближается к 35 миллиардам долларов, ну и более 20% рыночной капитализации, это интересно, это денежные средства. Очень важный момент по поводу твиттера. Количество активных ежедневных пользователей, называется DAO, у Twitter 186 миллионов. Ну, вроде бы немало, но по сравнению с двумя миллиардами подписчиков у Facebook это немного, и это говорит о невероятном потенциале роста. И уже сейчас мы видим, что Twitter очень хорошо наращивает количество активных юзеров по 20-35% в квартал год к году. Например, во втором квартале 2020 года был зафиксирован рекордный рост в истории Twitter, 34% годовых. И нужно понимать, что сейчас потребительские привычки меняются, и Twitter это компания-бенефициар от того, что люди хотят потреблять информацию быстро, коротко и сжато. И именно поэтому многие выбирают Twitter в качестве источника новостей по тому же коронавирусу, по президентским выборам в США, по биржевым новостям в том числе и так далее. И одним из потенциальных факторов роста Twitter это летние Олимпийские игры, которые теперь перенесены на лето 2021 года, а также зимние Олимпийские игры в 2022 году, они пройдут в Пекине, будем надеяться. И Twitter на своей платформе будет вести ежедневные прямые трансляции и опросы аудитории в реальном времени. Обещательная сеть NBC Olympics каждое утро будет выпускать 20-минутную оригинальную студийную программу в прямом эфире исключительно для трансляции в Twitter. Ну, эти факты просто вот мы собрали, чтобы показать, что компания на самом деле имеет действительно хороший потенциал к развитию. И, ну вот, например, в России Twitter не так уж и популярен. Да, у многих есть аккаунты, но я не уверена, что многие из ваших каждый день пользуются Twitter. Но здесь действительно есть куда развиваться, потому что, в целом, вот мне субъективно кажется, что по формату Twitter очень отвечает потребностям текущего времени. Скажем, по мультипликатору EV выручка, Twitter оценен аналогично Facebook, там более 9, но при этом имеет больший потенциал роста за счет, ну, собственно говоря, более высоких темпов роста. Трехлетний темп роста Епидда у Twitter это 144% в год, у Facebook менее 30%. И средняя за три года валовая рентабельность бизнеса Twitter 67%. Это тоже, как вы понимаете, очень много, но справедливости ради это меньше, чем у Facebook с его рентабельностью более 80%. Но это объясняется демпингом в тарифах на рекламу для захвата доли рынка. У Twitter на данный момент довольно низкая монетизация с одного пользователя, уступает Facebook заметно, но есть большие перспективы в ее росте. И Twitter вот недавно показал отчет за третий квартал 2020 года. Выручка росла на 14%, операционная прибыль на 27%, но чистая прибыль упала более чем на 20% год к году. Снижение прибыли на самом деле довольно техническое, оно связано с тем, что в прошлом году были высокие разовые процентные доходы, 40 млн долларов в третьем квартале 2019 года. В этом году таких доходов не было. И на этом фоне, также из-за замедления темпов роста подписчиков, котировки в моменте упали на четверть. Сейчас торгуются на 18% дешевле, чем до отчета. Тоже можно присматриваться и подбирать. Ну и третья акция, которая сейчас рынком явно недооценена, это Intel. Мы про нее уже неоднократно говорили, но все-таки напомню, что акция доступна для никвалов. Дивиденды платят около 3% ежеквартально. Цена акции 45 долларов. Вот у нас сегодня все бумаги для ленивого портфеля кандидаты, такие довольно демократичные. Не то, что Alibaba, которую мы взяли в народный, вы меня не пожалели. Но на самом деле по поводу Intel можно сказать, что, конечно, рынок очень странно себя ведет. Некоторые называют текущую оценку рыночной шизофрении. Потому что, ну как так, компания, которая производит, по большому счету, мозг современных электронных устройств, она крупнейшая в мире, может торговаться с оценкой на уровне какой-то нефтяной компании. И, кстати, прямо сейчас компания, воспользовавшись падением акций, проводит активно байбеки. Конечно, технологические успехи конкурента AMD сложно не признать. И мы говорили с вами об этом в отдельном видео. Но все-таки AMD потребуется еще немало лет работы для того, чтобы просто догнать Intel по объемам продаж. Только в 2019 году Intel направил на исследование и разработки более 13 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем вся годовая выручка корпорации AMD. Поэтому потенциал у Intel действительно есть. Да, возможно, там через несколько лет мы увидим жесткую конкуренцию между этими двумя компаниями. Но, так или иначе, это как бы не умаляет рыночную долю и значимость компании Intel для технологической экосистемы. Тем более, что выручка, прибыль и даже рентабельность компании растут из года в год. Но сейчас мы видим, что сегмент Data Center растет опережающими темпами по 20-23%. И именно он выносит заметный вклад в выручку компании. А вот в третьем квартале этот сегмент показал падение продаж на 7%. Вот из-за этого рынок и разочаровался. И уже такой немножко надломленный вот этой старой летней, по-моему, новостью о том, что Intel переносит выпуск процессов. Вот это все отправило котировки на новые, еще более низкие уровни. И сейчас Intel торгуется недалеко от уровней 2018 года. Это, конечно, действительно фантастика. И почему бы не воспользоваться такими уровнями. Тем более, что, кстати, недавно стали известны довольно любопытные обстоятельства. Bank of America понизил целевую цену по акциям Intel до 45 долларов. Прежняя цель 60 долларов. Казалось бы, продаем, но при этом Bank of America сам держит большой пакет акций Intel. И по данным платформы Guru Focus, в последнем отчетном квартале Bank of America нарастил свои позиции в Intel, несмотря на просадку почти в 26%. Интересная ситуация, и она примечательна тем, что в прошлом году, ну, вернее, в прошлом, даже недалеком, даже в этом году, Bank of America неоднократно был замечен на подобных манипуляциях. И почему-то его за это никто не наказывает. Непонятно, то ли банк в своих интересах такие штуки проворачивает, то ли в интересах крупных клиентов. Но вот были такие кейсы с Bank of America, когда в июне они, например, понижали таргет по акциям Solar Edge. Акции падали почти на 20% за три сессии, а потом спустя 100 дней после падения акции выросли на 146%. Потом вот в августе, из совсем недавних примеров, Bank of America также понизил таргет для акций Micron. Они упали на 15% после этого, а сегодня торгуются уже на 43% дороже. И очень вероятно, что и по Intel логика примерно такая. Ну что ж, друзья, я напомню, что я на 10 000 рублей каждую неделю пополняю свой ленивый портфель. Плюс у меня там еще были небольшие остатки. Поэтому я подумала, почему бы не купить все три акции, тем более, что они действительно не очень дорогие. Возьму и Siena, и Twitter, и Intel. Тем более, что IT-сектор у меня в портфеле на данный момент не так много. А мне хотелось бы постепенно формировать такой каркас портфеля из надежных IT-компаний, не влезая в хайпы. То есть я не буду покупать, скажем, в свой ленивый портфель акции типа Zoom, потому что я пока не уверена в том, что это действительно стабильный бизнес, который не вытеснит конкуренты через 1-2-3 года. Но в такие стабильные компании с понятным местом на рынке и понятным механизмом получения прибыли я бы хотела добавлять в свой ленивый портфель. И если коррекция будет углубляться, я буду просто наращивать позицию в таких бумагах. Ну что ж, давайте по порядку. Начнем с компании Siena. 42 доллара 11 центов стоит одна акция, покупая на индивидуальный инвестиционный счет и по лучшей цене буду оставлять заявку. Одна акция купила по 42.63 Siena. Далее покупаю Twitter 4304. Также индивидуальный инвестиционный счет, лучшая цена, один лот. Заявка создана. И третья акция, которую я куплю, это Intel. Он уже есть у нас в народном портфеле, а вот в «Ленивый» я еще не добавляла. Intel, помимо всего прочего, это единственная компания из этой подборки, которая платит ежеквартальные дивиденды. Напомню, для многих это может стать важным аргументом, поэтому имейте в виду. Все, купила все три акции. Дальше посмотрим, как буду действовать. Возможно, еще докупать. Друзья, ну и я, конечно, отслеживаю то, что происходит с компаниями в моем портфеле. Вот, по-моему, две недели назад я покупала китайскую Joy в «Ленивый» портфель, и акции тут на днях упали на 26%. Многие спрашивали, что происходит. Ситуация справедливости ради довольно неприятная. 18 ноября Madi Waters Research – это такая организация, которая копается в отчетности компании и выявляет там несправедливые оценки. Так вот, Madi Waters опубликовали отчет, в котором описаны проблемы с финансовой отчетностью Joy. Там речь идет о том, что компания, цитата, является мошенником на несколько миллиардов долларов. Якобы транзакции внутри платформы компания проводит сама через свои фейковые аккаунты, поэтому реальный бизнес Joy составляет всего лишь часть того размера, который он сообщает в отчетности. Это также относится к доходам компании и к остаткам денежных средств на счетах. Это довольно серьезное обвинение, и, к сожалению, у меня сейчас недостаточной информации, чтобы его как-то опровергнуть или подтвердить. Как вы понимаете, может быть, обвинения действительно обоснованы, но нельзя исключать и какую-то спекулятивную медвежью атаку на компанию. Тем более, что в отношении китайского рынка и китайских гигантов в последнее время действительно происходят довольно странные и какие-то такие очень совпадающие по времени вещи. Непонятно. Возможно, какой-то крупный фонд пытается сбить цену акций, чтобы сформировать крупную позицию. Но посмотрим. Будем наблюдать. Я буду рассказывать, как развивается ситуация. Пока нужно дождаться каких-либо официальных результатов. Но вы знаете, что я спекулятивно ничего не продаю, пока у меня нет уверенности в том, что компания действительно приговорена и больше не может быть эффективной. Но докупаться сейчас, наверное, я бы все-таки не рискнула именно из-за неопределенности, которая у нас есть. Правда это или неправда мы даже себе не представляем. Но обвинение серьезное. Друзья, у меня на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что было интересно. Вы видите, что стараюсь добавлять больше аналитики в инвест-шоу, больше обсуждать инвест-идей для того, чтобы эта рубрика была для вас по-настоящему полезной, а не просто показывать, как я трачу деньги направо и налево. Спасибо. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта инвест-фьючер и до новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных выпусках. Всем пока.